На отмечались до смерти. Затянувшееся празднование дня ВДВ закончилось трагедией. В Большом Мурашкине десантники отмечали день ВДВ два дня. По традиции десантники купаются в фонтанах, но фонтана в Большом Мурашкине нет. Зато есть озеро в местном парке Победы. В нем-то и стали купаться десантники, и один из них утонул. Тело не могут достать уже два дня. К поискам подключены спасатели МЧС. Десантники сидят на берегу и наблюдают за поисками. Вы можете рассказать при каких обстоятельствах? Не слышите меня, что ли? Мы не понимаем, что мы человека есть. Я тебя выкину и сейчас в *** туда в воду. У нас вдруг утонул, понятно вам это? Дыхали, ребята, решили скупаться. Искупались тут у берега, потом вроде как заплыли дальше. И Юрий стал тонуть. Он ВДВшник, да, он отмечал праздник. Под действием алкоголя, может быть, возможно, что-то... Может быть, с сердцем или еще что-то там произошло. Может быть, сердечко или еще что-то. Ну, как бы, как Николай говорил, что как бы не захлебнулся. Он вроде бы как-то плохо стал. Друг его вытаскивал. Но не до... как бы не смог до берега дотащить. Сам с ним пошел на дно, и уже когда вместе на дне, как бы оказалось, он отпустил. Мы пошли покупаться, сплавали туда. Наверное, до середины, наверное, доплыл, поплыл назад. Они еще в воде были. Ну, потом уже сказал, я думал, сколько сказал, что Юрий утонул. Вот. Ну, тут пару раз я нырнул, наверное, а что толку-то? Пошел вызывать МЧС. Часа четыре мы сами искали. Час? Да. Он травы слишком много. Не дает. Ну, травы видишь, там хорошо. Там вот как стена она. Прямо до самого вверха, как стена. Вот идешь, и все. Ну, понятно. Мы вчера искали примерно метров 10. Вот так вот было. Сейчас, конечно, удолазам нужно, может быть, течение подводное или еще что-то. Поэтому, как бы, область больше расширяется. А почему, кстати, здесь купали? Здесь же запрещено купаться. Там вот табличка, она же есть. Запрещено, а купаются люди. А почему в алкогольном пене не пошли купаться? Это же опасно, знаете. Все знают же. Знаем, знаем. Не думали, что так произойдет. Тело погибшего до сих пор не найдено. С начала этого купального сезона в Нижегородской области утонули уже более 70 человек. Большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения.